Шалом, друзья, шалом. Приветствую всех. И сегодня такая идет, сейчас последнее уже приготовление остается уже, уже мясо доваривается у меня. Готовлю такой чонланд, это наш такой еврейский, ну суп можно выразиться так, шабадный. Да, очень классная вещь, это шедевр, это как в Украине, допустим, борщ, как, допустим, не знаю, в России пельмени. Там, значит, у евреев это чонланд, это классная вещь, но это не передать. И камера запахи не может передать, тоже, к сожалению. Но я здесь сделал его острым, да, и мясным, конечно же, да, и всего-всего-всего там много. Вот, приготовление сейчас к шабату. И даже, кстати, я был здесь, значит, у Тони даджики, наверное, да, даджики. Вот, такую лепешку купил, очень интересную. Из бездрожжевого, кстати, теста, интересно. Вот, очень вкусно пахнет. Просто тоже, говорю, вот посмотрите, какая красота. Жалко, что, конечно, камера только картинку может передать. Вот, а не передаст, конечно, ну, сами эти запахи, эти вот ароматы. Но, вообще, один из самых вкусных, согласитесь, наверное, да, с этим, один из самых вкусных запахов на земле и самых приятных, это, ну, хлеб, запах хлеба. Это просто бесподобно, это просто величественно. Благодарю Бога Всемогущего за то, что Он создал действительно все так прекрасно. Да, у меня здесь и чеснока, приготовил много молодого чеснока, взял тоже. Здесь вот, у чеченов купил, значит, здесь зелень и чеснок, значит, нам, значит, и лепешку этого даджика купил здесь. Бару Хашем, благословенно имя святое. Да, здесь еще, вот, только парочку осталось. Парочка сладкая такая, ах, красавица. Ну, ой, 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 да. И вот я пустил такой перец в челон. У меня будет острый-острый челон. Ну, и, конечно, тоже я и такие перцы использовал. И вот такой. Вот, и сами приготовления к шабату, они очень такие трогательные. Можно выточь, наверное? Нет, лучше, да, потому что еще подкипает. Вот, свечи купил шабатные. Вот, возьму свечи, они, кстати, с ароматом тоже прекрасным, цитрусы всяких, таких, как бы. Вот, да, здесь даже такая тарелочка есть. Джерусалем, Йерусалим. Этот шабат, он во многом посвящается Йерусалиму. Ну, нашей столице, столице еврейского государства. Вот мы недавно праздновали Йом-Йерусалаем. Это день Йерусалима, 51-го годовщина того, как Йерусалим снова стал нашей столицей. Единой, неделимой столицей возрожденного еврейского государства. Возрожденная столица возрожденного еврейского государства. Вот такая история. Да, кстати, футболку такую купил, это все с альбом. Хочу здесь подписать как-то. Джизус и Ишуа на иврите, там, на русском, на английском, чтобы были надписи эти. Лев из колена Иуды, Иисус. Да, ну, а если говорить о, значит, приготовлениях самих. Кстати, еще не все я приготовил. Надо будет еще... Халу не нашел хорошую. Я еще сейчас... И в запасе пару часиков поищу. Сейчас бегаю, посмотрю еще эти выпечки. Вот, а внизу там еще есть какая-то выпечка. Я заметил. Вот, хочу зайти посмотреть. Может быть, там халу можно купить. Вот. Синагога здесь, в Питере, я, кстати, и не был там. Ну, когда-то был, когда-то давно еще. Не когда-то раз. Ну, как-то так, ладно. Да. Здесь в гостях. Ну, здесь... Используем то, что есть вот. Сот-вечислом тоже вот. Чичаров пил. Он, прям, такой, прям, необычно очень. Прям, с таким запахом, таким конкретным, таким сильным запахом, резким. Обычно не такой запах. Ну, вот, а говоря о приготовлениях к шабату, знаете ли, сами эти приготовления, они по-своему прекрасны. Они имеют какую-то свою такую прелесть, свою какую-то особенность. Даже не знаю, как это сказать, как это объяснить. Знаете ли, это как вот... Есть вот там само свидание, допустим, да, какое-то. А есть вот то, что можно назвать вот, ну, вот, приготовлением к этому. Не знаю, я верю, что Господь тоже приготовляется. Вот, и сегодня утром Сергий Бабкин, это я слушал. Он у меня, кстати, там на будильнике стоит. И насчет вот этого вот Дэй Боя, песня Дэй Боя. Кто не слушал, послушайте. Рекомендую расстоятельно. Конечно, кто из вас украинские мовы выразумеет. Вам могу лишь посочувствовать. Потому что вся прелесть этой песни, как раз, именно в таких тонкостях. Кукуринского языка, мукуринского мова. И там... Ммм, каплю, как же. И там... Вот это. Дебе я, дебе я, дебе я, дебе я не был. Все про тебя нагадует. Мог позаду идешь, а будешься на меня через свет. Дебе я, дебе я, дебе я, дебе я не был. Все охоплено твоей владой. В общем, знаете, вот. Вот, шаббат – это особенное настроение, это особенное состояние. Вот, все дни, как вот еще, да, в древности один из мудрецов учил, что все дни мы о шаббате помним, там помни и соблюдай, да, вот, все дни мы помним, вот, и думаем, и приготовляемся, как-то откладываем что-то, где-то там какие-то вкусности, недоедаем, как бы, значит, там, откладываем на шаббат, где-то какую-то копеечку там откладываем, чтобы что-то интересное приобрести, какой-то подарок, там, цветы, там, что-то еще там, значит, на шаббат. Вот, это прекрасно, вот, само это приготовление, вот, вот, и, конечно же, само вот это вот торжество наступающее, это остается вот несколько часов до этого торжества, и я благодарю Бога Всемогущего за то, что в такой череде вот этих дней, недели, всей жизни, есть некоторые остановки такие, есть некоторые остановки на этом пути, когда мы, даже неверующие люди, порой, даже понимают, а верующие должны это наипаче понимать, что остановиться и познать, остановиться и увидеть, услышать, это важно, конечно, наша земная жизнь, она важна очень, вот этот вот круговорот всех этих, даже и суета сама этого, она важна и нужна, конечно же, да, безусловно, куда же мы от этого, мы же в теле живем, здесь, на земле, но мы должны воззреть, уж раз в неделю вырваться и воззреть на небеса, воззреть на Господа, мы всегда должны его иметь пред собой, и всегда взирать на него, даже если это и суета, для неверующего суета, просто суета, сует, все суета, и там линия Духа, а для верующего, даже если суета, то даже в этой суете с нами Господь, в наших мыслях, в наших вот переживаниях, в каких-то чудесах, знамениях, пусть даже в мелочах порой, но великая в малом, как вот одно из таких выражений хорошие, великая в малом порой, ну вот, в таких маленьких вещах порой, великая, великая Божья любовь, но раз в неделю, вот на протяжении всех этих вот тысячелезий, 5778 лет, когда первый раз наши праотцы, праотец, вернее, и пра-матерь, Адам и Ева, они совершили первый шаббат с Богом, святым, шесть дней Он творил весь этот мир, в шестой день наши отцы были созданы, наш праотец и пра-матерь, точнее, человек как таковой, вот, и первый шаббат на этой земле были животные, растения, рыбы, все было создано, и был человек, человечество тогда не миллиарды, миллиарды людей, а всего лишь два, он и она, два любящих сердца, Адам и Ева, муж и жена, и это было прекрасно, и это был первый шаббат в человеческой истории, и хотя де юре шаббат стал для нас, как бы, законом, значит, благостовенным, 3330 лет тому назад, но история шаббата продолжается уже на протяжении 5778 лет, и, знаете, друзья, вся вот эта история человечества, пусть это и немного, ну, и немало уже, в общем-то, почти 6000 лет по Библии человеческому роду шуткали на этой земле, ну, не миллионы лет, конечно, как там фантасты, ученые говорят, по Библии все гораздо скромнее и проще, вот, 6000 лет, но за это время, как говорится, много воды утекло, и вот и сегодня, как и почти 6000 лет назад, мы благодарим Бога за творение, потому что, я напоминаю, две главных темы шаббата всегда, я об этом говорю, и у себя в церкви, в гостях, когда бываю, две главных темы шаббата, шаббат, так, у меня времени уже мало остается, я буду так досказывать и, значит, все-таки доделывать, я не так быстро на кухне, не такой проворный, поэтому я медленно здесь режу все, а уже пора будет забрасывать скоро, последний штрих, маэст, ну, ладно, вот, и две темы, да расскажу, главных шаббата, первая тема шаббата, любого шаббата, это то, что нас создал Бог, весь этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной, не тобой, не керой, а Богом святым, вот, и, значит, первая тема шаббата, то есть, когда человек празднует шаббат, покоится с миром, как говорится, да, с Богом, вот, день субботний, то тем самым такой человек, независимо от его религии, конфессии, динаминации, там, он тем самым говорит, что, как бы, заявляет в духовный мир, да и физически даже, что этот мир, весь этот мир создан святым Богом, вот так вот, вот, когда Бог давал заповедь, то Он об этом как раз и сказал, вот, а второе, вторая тема шаббата, это то, что Он вывел нас из рабства, то, что Бог ненавидит рабства, то, что Бог дал нам свободу, вывел нас на свободу, вот так вот, и Он вывел нас на свободу из Египта, всех вот евреев, ну, не всех, но подпрыгнулся на его приглашение, на его зов, любви, вот, потому что, согласно еврейскому преданию, далеко не все евреи вышли из Египта, а много очень осталось, к сожалению, в Египте, и археология, кстати, полностью подтвердила, уже в наше время, полностью подтвердила правдивость этого предания, почему, потому что нашли следы огромного еврейского присутствия, датируемые эти поселения временем уже после Великого Исхода, вот, и, но согласно тому же преданию, за место отпадших неверием как бы природных ветвей, Бог привил верою с разных народов нашей земли, а в Египте проживало очень много множества представителей разных народов, действительно, это центр цивилизации, центр мира тогдашнего цивилизованного, и, так вот, привил Бог верою пришельца, так называемая, да, в Библии так вот переведены, как пришельцы, вот, но не инломер, конечно, а пришельцы, в смысле, пришли люди, вот, и, вот так вот, господа, дамы и господа, леди и джентльмены, и самая первая Пасха, она была такая, по сути, Бог-то он не националист, он интернационалист, он создал весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначил пределы обитания народом, но желая, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, Господь все совершил для этого, на самом деле, слава Богу. вот, Бог показал в той самой первой Пасхе 3330 лет назад, показал, что Он ненавидит рабство, и что настоящая свобода это быть с Ним и в Нем. Потому что рабы-то вышли на свободу, евреи, да, вышедшие на свободу, и все были с рабом, что терять-то, кроме цепей, ничего. Вот. А те неевреи многие, которые привились верою, уверовали в Бога Авраама, Исаака, Яковлева, то многие из них были, ну, конечно же, свободные люди, да, значит, им наверняка многим было что терять, было что оставлять, но слава Богу, по милости Господней люди осознали, люди разных национальностей осознали, что настоящая свобода это быть рабом Бога, быть Его детем, быть в Нем, в Боге. И они пошли за Моисеем. Сейчас вместо Моисея Христос для всех, евреев, неевреев, для всех, Машиах, Ишуа Машиах, Иисус Христос, лев из колена Иуды, спаситель, свет к просвещению всякого человека. Да, все народы освящает Он, и все племена. И Он же слава народу своего Израиля, как в Нем было сказано в пророчествах. Вот так вот, друзья, ну все, сейчас у меня еще осталась вот здесь зелень, последний штифь Маэстро. Ну я здесь сразу и начал, и так вот, наверное, вот, и буду сейчас завершать свалюто художество, потом сделаю фото от того, что получилось у меня. Вот. Ну ладно, друзья, благоставляю всех вас, приготовляйте, сейчас я выложу, сейчас поставлю на загрузку, как раз пока, что он доделывается, это все будет уже в сети. Благоставляю вас всех во имя Иисуса Христа, и благоставляю ваше приготовление к шабату, и сам шаббат, в который мы входим с радостью, празднуем, веселимся, радуемся, слава Богу. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа, аминь. И ни в коем другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым мы спасены, которым спасаемся. Слава Господу Богу Всего Богущим. Шалом, шалом. Да, ну и шаббат шалом. Вот, я сделаю трансляцию завтра утром также в пять утра подключайтесь, господа, в пять утра подключайтесь на трансляцию. Вот. Очень важная тема. Ну, молитва всегда важна. Утренняя молитва. Вот. И... Все, с Богом. Шалом, шалом.